Друзья, всем привет! Вы на канале Squat Workshop. Мы сейчас находимся на вершине горы Мустак. Катались весь день на стереоходах. И сегодня я хочу рассказать про маску фирмы Apertif. Apertif это довольно неизвестный бренд. Это шведы. Парни делают на самом деле довольно качественную оптику. А практически никто о ней не знает. Она продается в Squat, Squat ее завозит в Россию. У меня есть очки Apertif. И на самом деле, когда я выбрал себе маску, я бы даже не рассматривал этот бренд. Потому что я о нем практически ничего не знал. Но он стоит довольно приемлемых денег. Вот маска, которая у меня находится сейчас на голове, называется DWG. И она стоит сейчас по скидке 4600 рублей. Чем же вас может заинтересовать данная маска? Ну, кроме того, как ценой. С ней в комплекте идет жесткий чехол. Я его с собой сейчас не взял, потому что на горку я не беру с собой жесткий чехол. Но я обязательно сделаю подсъемку и покажу вам, как он выглядит. Ну вот, как я и обещал, показываю вам этот чехол. Потому что я считаю, что это довольно хороший бонус к этой маске. И мне кажется, чехол такого качества стоит тысячи две. А может быть даже и больше. То есть, как бы, это несомненный плюс. Нельзя о нем не сказать. Нельзя его не показать. Он довольно твердый, он такой плотный. Точно защитит маску от каких-то повреждений. У него классная молния. Вообще она легко расстегивается. Без каких-то проблем. Есть карабин, чтобы повесить на свой рюкзак. Чтобы, например, к ручной клади его прицепить. Я, например, когда ехал сюда, так и сделал. Прицепил его просто к своему рюкзаку. Сюда у меня помещаются две линзы. Сама маска. Она идет вот в таком вот чехле, мешочке. Который можно брать с собой на гору. Протирать им маску от снега. В общем, вот. Переходим дальше к обзору самой маски с горы. В комплекте идет две линзы. Темная и желтая. Довольно хорошего качества. Я еще докупил себе прозрачную линзу. Потому что мне на самом деле нравится, как выглядит все без искажений. Без изменения цвета. Я, в принципе, довольно нормально вижу рельеф. И меня устраивает просто прозрачная линза. Так вот, что же мне хочется вам рассказать об этой маске. У маски на самом деле очень хороший обзор. Мне полностью его хватает. Очень круто все видно. Я обычно, когда на самом деле одеваю маску, мне приходится буквально там полчасика покататься, чтобы к ней привыкнуть. Потому что меня немного сковывало. Я не очень люблю, когда у меня что-то на лице находится вообще. Вот. Но эту маску я одеваю, сразу могу кататься. Это круто. Я выбрал маску, где линза меняется, на самом деле, супер классическим способом. Надо все это разбирать. Почему? Потому что я, на самом деле, не очень доверяю магнитам. Да. И на самом деле не понимаю такой ситуации, когда тебе нужно быстро поменять линзу. То есть, ну, там, в этой маске я сейчас покажу, как меняется линза. Ну, это стоит потратить, на самом деле, одну минуту. Но зато она никуда не вылетает, ты ее никогда не потеряешь. И я этой системе доверяю больше. Эта маска есть еще также в другой модели. Она называется DWG Air. И там такие быстрые защелки. Они не на магнитах. Там получается, что линза находится по всей поверхности этого корпуса. Но мне больше нравится вот такой форм-фактор. И он меня полностью устраивает. Давайте я сейчас просто вот сидя на горе, довольно холодно сегодня, на самом деле, без перчаток. Просто попробую поменять эту линзу. Посмотрим, насколько это сложно, насколько вообще нужна технология, на самом деле, магнитов. Вот так вот линза у нас снимается. Все, я ее снял. Я вам еще, кстати, запишу видео про этот рюкзак. Очень крутая тема. У меня модель Poacher. Есть, что о нем рассказать. Я раньше катался без рюкзака. Но мне его быстренько сюда доставили. И я вообще не нарадуюсь. На самом деле, тема очень крутая. Блин, сопли льются все это. Вот. Значит, мы вынимаем. Делаем все аккуратненько. Не торопимся. Самое главное, да, как она вставляется? Вставляется она, значит, у нас... Что такое? Все немножко поднешься. Раз. Вообще, это на самом деле стоит сделать в какой-то кафешке. То есть, ты выходя из дома, смотришь, какая вообще погода. На горе, конечно, очень часто меняется погода. Может выйти солнцем, может затянуть все тучами. Но зайти и забежать в кафешку, сменить линзу, в принципе, мне кажется, никакого туда не должно составить. Дома это получалось у меня, конечно, быстрее. Руки замерзли. Значит, мы должны попасть во все вот эти вот пазы. Защелкнуть их со всех сторон. Ну и вот. Все, готово. Буквально тратишь одну минуту. Блин, я одену варежки. Немного холодно. Потому что мы на самой вершине накатались. Вот. Да, у меня возникла там пара на самом деле проблем. Но это не критично. Зато, когда маска слетает, у тебя ничего, никуда линза не теряется. Мы, когда сюда приехали, мой друг просто на флоту, просто упал. У него слетела линза и треснула. Ой. На это запихнуло. Вот. Так что вот так. По поводу оптики. На самом деле вообще претензий нет. Темная линза супер крутая. Она не сильно затемняет. Она очень качественный дает обзор. Ничего не мешает. Ничего не запотевает. Вообще, очень нравится на самом деле эта маска. И как она выглядит. И как она сидит на голове. Зачем я записываю этот обзор? Про этот бренд не знает практически никто. Это супер неизвестный бренд. Но за 4600 рублей, мне кажется, это очень крутой выбор. Я не то, чтобы пожалел много денег на хорошую оптику. Просто я ее пришел, померил. Меня все устроило. Я просто думаю, надо попробовать. Потому что у меня есть очки, как я уже говорил в начале этого бренда. И они очень крут на самом деле работают. На солнце летом я в них постоянно хожу. Вот. Так что очень рекомендую маску Apertive. Посмотрите на сайте. Там есть разные модели. Возможно, вам что-то понравится. Если вы не хотите покупать маску за 20000, то очень рекомендую бренд Apertive.